Открытая власть в действии. С жалобой на холод в квартире на недавнюю встречу с руководством района обратилась жительница дома номер 4 в первом первомайском проезде. Тогда Алексей Валов дал поручение найти причину и устранить проблему. И вот спустя несколько дней выехал на место, чтобы проверить лично. Дома стало теплее, потому что, во-первых, все батареи стали теплее. Но единственное, вот эта батарея, она забитая. Мне обещали в понедельник, что ее прочистить. А так и в той комнате теплее намного стало. Я сегодня без обогревателей, честно говорю. Сверлили шайбу, соответственно, гидравлический режим поменяли, дом пошел. Самое, конечно, там, когда выезжаешь на этот микрорайон, это ужасное состояние жилого фонда. А он относится у нас к категории непригодных для проживания. И нам бы хотелось, конечно, быстрее снести его и построить новое жилье, переселить. Поэтому туда ездить не очень приятно, честно скажу. Стыдно. Поэтому будем делать все возможное, чтобы эту процедуру переселения из непригодных для проживания аварийного жилья ускорить. А вот жители четвертого дома на улице Парковой обратились в администрацию с жалобой на неудовлетворительное состояние подъездов. Домофоны не работают, а двери в подвал и чердак не опломбированы. Дал команду включить в план и фасада, и капитальный ремонт подъездов. Достаточно большое количество домов, но достаточно количество подъездов будет отремонтировано в этом году по программе ремонта подъездов. Мы планируем под тысячу с лишним ремонт произвести. Во всяком случае, наработки для того, чтобы найти со стороны администрации из бюджета средства, уже проведены. А уже в начале новой рабочей недели исполняющий обязанности руководитель районной администрации осмотрел ход реконструкции канализационно-насосной станции «Соколовская» и у дозаборного узла номер 3 в Щелкове. На КНС сейчас осуществляют замену насосного оборудования и участка коллектора. Не просто там все это устранять в графике. Тем не менее, в понедельник потребуем график, добьемся того, что он был скорректирован с учетом внезапно возникающих задач и изъяно-вскрытых работах, для того, чтобы отрегулировать его. В конце концов, будет то, что все три основных насоса заработают в статном режиме, и будет дополнительный насос, который отрегулирует в случае выхода строя любой другой из этих трех. На ВЗУ ведется замена фильтрового оборудования, что должно отразиться на качестве воды. Старый наполнитель заменяется на новый кварцевый песок. Пока такие работы произвели с одним фильтром из пяти. Хотелось бы, чтобы было проведено в кратчайшие сроки, тем не менее, месяца пять еще будет. Суженность пространства, невозможность приведет механизированный способ засыпки кварцевого песка, все вручную, соответственно, удлиняет по времени эти работы. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».